Но вы знаете, что, во-первых, это не книга, а это 12-томное собрание под общим заголовком «Записки адвоката Камикадзе». Первые три тома посвящены моей работе в уголовном розыске. Первый том посвящен моей работе в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде, где я работал, занимался раскрытием краж художественных ценностей. Кража из Эрмитажа, кража из Русского музея, из музея квартиры Пушкина. И заканчивается эта глава интереснейшим делом, сложнейшим делом. Кража двух картин Марка Шагала из одной частной коллекции. Кража совершена была путем пролома потолка через чердак на канале Грибоедова, дом 9, в известном писательском доме, где когда-то жил Юрий Герман, Ольга Форш, Вера Китлинская, где жил Шварц. То есть, где жил такой, помните этого чудного артиста Сергея Филиппов? Вот, и его жена Антонина Голубева по... Короче, дело интереснейшее. Дело связано с совместной работой с КГБ, с очень интересными вводами в агентурную разработку, с изъятием вот этих двух картин вместе с сотрудниками Службы безопасности Чехии, в Чехословакии, это было в Праге. Кроме того, были изъяты рукописи из Готской библиотеки, которые оценили в 42 миллиона рублей, миллиона долларов по тем ценам. А это был 66-67 год. Кража из Готской библиотеки, вообще история Готской библиотеки сама при себе очень интересная. Это книги, которые были вывезены из Германии после окончания Второй мировой войны, и эти книги были ввезены в Советский Союз, и располагались они, были упакованы в ящики, что в этих ящиках хранилось, никто не знает. И эти ящики распределялись и в библиотеке, в публичной были, и в библиотеке Академии наук, и в библиотеке иностранной литературы, и даже в библиотеке Эрмитажа было несколько ящиков. А потом, когда в 57-м, по-моему, году, решили возвращать, тогда же, вот когда возвращали Дрезденскую картинную галерею, тогда же стали возвращать эти рукописи. А для того, чтобы их описать, стали приглашать студентов художественных вузов. И один из тех, у кого украли вот этих двух Шагалов, фамилия его Бялик, он участвовал в разборе этой годской библиотеки, и порядка двух тысяч книг похитил из этой годской библиотеки. И эти книги были возвращены все в библиотеку Эрмитажа. Кстати говоря, впоследствии как-то сложилось таким образом, что уже работая в адвокатуре, будучи адвокатом, мне приходилось сталкиваться с большим количеством дел, связанных с хихениями и с присвоением художественных ценностей. И что любопытно, что практически все эти дела я выигрывал в суде. Вот возьмите историю с библиотекой Шнаерсона. Знаете что-нибудь про эту историю? Нет. Значит, пятый Рэбош Найерсон собрал библиотеку, он жил в России. Эта библиотека включала в себя порядка 12, 10-12 тысяч томов. Художественные ценности, с моей точки зрения, она особенно не представляла, но она представляла огромную ценность для хасидов, для верующих евреев, поскольку все эти книги, а многие из них были с пометками, касалась рука великого Рэбош Найерсон. В 1916 году, в связи с наступлением немцев, эта библиотека на 16 вазах была привезена в Москву, и она хранилась в библиотеке такого издателя Полякова. Тоже евреи, тоже россии. И когда наступило, к власти пришли большевики, то где-то примерно в 1922 году вся эта библиотека в ящиках была передана на хранение сначала в Румянцевский дом, а потом она оказалась в публичной библиотеке в Ленинке. Она вся была, хранилась в ящиках, была заколочена, и только в 1988 году она была обнаружена одним из евреев-хасидов, и тогда же возникло дело о попытке вернуть эту библиотеку хасидской общины Нью-Йорка, которая являлась по существу собственником этой библиотеки. Она была наследником РЭБа, которого в то время уже не было в живых. Прошел процесс. Тогда еще это был госарбитраж РСФСР, потом СССР. Процесс мы выиграли, но библиотеку так и не вернули. И она до сих пор остается в собственности государства. Правда, евреям разрешили пользоваться этой библиотекой. Дальше я столкнулся с... Я представлял интересы центра Рерихов, который занимал в то время усадьбу Лопухиных. Это недалеко от Пушкинского музея в Москве. Такая Людмила Шапошникова, которая была по существу наследницей Рерихов, Станислава Рериха. И тоже выиграли судебный процесс у правительства России. Тем не менее, в последующем отобрали у центра Рерихов это помещение, которое им предоставил в свое время Горбачев. И все картины Рериха попали в руки государства. Еще один совершенно уникальный случай. Когда один гражданин Германии, из евреев, которые эмигрировали в 80-е годы, приобрел картину Карла Брюлова, связанную с положением в гроб Иисуса Христа. И он ввез эту картину в Россию по таможенным условиям, по которым он мог эту картину в любой момент вывести обратно. Он ввез ее для экспертизы. Что вы думаете? Русский музей обратился в ФСБ. Возбудили уголовное дело. И несмотря на то, что я, правда, уже в этих процессах сам не участвовал, Аня Ставицкая участвовала, чудный адвокат российский, она выиграла все процессы. А картину так и не вернули. Она находится в Русском музее. То есть, речь идет о том, что понятие собственности как таковое у российской нынешней власти отсутствует напрочь. Ну, мы смогли в этом убедиться еще в деле ЮКОС. По делу ЮКОС. Так что вот такие дела творятся в Российской Федерации. Вы же, Борис Абрамович, еще по долгу службы как-то лицом к лицу практически встречались с маньяками, да, и с педофилами. Об этом тоже речь идет в вашем многотомнике. Может, ну, порой, да, кажется, что мир в целом сейчас сошел с ума, но всяческие твари, да, они жили рядом с нами всегда. Может быть, какое-то дело у вас особую оторопь вызывает до сих пор? Если можете, поделитесь, пожалуйста. Ну, вы знаете, таких дел у меня было немного, потому что вот эту часть своей жизни, 9 лет, я работал в подразделении, которое занималось открытием тяжких преступлений против личности. Это было в Магадане. Маньяков там было немного, наиболее известных там было два дела. Одно дело – это 9 трупов маленьких девочек. К сожалению, получилось так, что его раскрыли, нашли уже после того, как я ушел в отставку, ушел на пенсию. Знаете, раскрывать кражи маньяков нет ничего сложнее. Как правило, это раскрытие носит совершенно случайный характер. С течением обстоятельств. Высчитать их, выйти на них агентурным путем практически невозможно. Кроме того, большинство, во всяком случае, всех тех, с кем я общался, это вполне приличные люди, которые члены КПСС, фотографии которых на доске почеты, которые имеют прекрасную семью, хорошую репутацию, имеют собственных детей, которых очень любят. Поэтому высчитать их очень-очень сложно. Самое, пожалуй, необычное дело – это убийство пяти человек Толи Соколовым. Это бывший работник магаданского уголовного розыска, который в Магадане совершил одно убийство – убийство официантки Андриановой. Потом перевелся в МВД Украины. И там уже, будучи оперативным работником Министерства внутренних дел Украины, совершил еще четыре убийства. В принципе, вышли на него тоже в достаточной мере случайно, через полтора года после того, как было совершено убийство. И я же с ним был хорошо знаком. Он еще раньше был опером в Ягодном, это район Магаданской области. Потом он был опером в городе Лев, в Магаданском. Он был включен в несколько бригад, где я возглавлял, где занимались раскрытием других преступлений. Красивый парень. Вот помните римские каникулы, да? Как его главный герой? Ну вот, это точно Толя Соколов. Красавец необыкновенный. И жена красавица. Двое детей чудных. Репутация хорошая. Опер он был неплохой. Что его толкнуло на совершение убийств? Я, когда с ним встречался уже, он сидел в Киеве, в следственном изоляторе. Я пытался понять, как он вообще дошел, что с ним произошло. Ни он сам себе, ни мне объяснить не смог. И я этого не понял. Это, с моей точки зрения, вот эти маньяки, они, наверное, на 95% психически больные люди. Их лечить надо. Некоторые пытаются просто ответ на вопрос найти до сих пор, что случилось с Путиным. Как вы думаете, был шанс у него стать нормальным президентом? Или же, ну вот все, во что он превратился, это было предречено? Трудно сказать. Я еще раз говорю, что я не пророк. Я такие загадки решать не умею. Но то, что Путин по жизни вообще был неудачником по всей предыдущей жизни, это сказалось на его последующее поведение, когда ему повезло, его выкинуло на вершину власти. Ведь, смотрите, маленький мальчишка из питерской подворотни, то, что он пошел заниматься дзюдо, это не случайно. Это попытка выделиться и выдвинуться для того, чтобы себя защитить. Потом Путин попадает в академию первого главка, академию Андропова. Но там не только учат, но там и изучают. И поскольку Путин оказался полностью непригодным, его загнали за Мажай. То есть его посадили в Дрездене, он сидел директором дома культуры, дома связи между ГДР и Советским Союзом. Может быть, конечно, он и занимался какой-то оперативной работой, но вся она носила исключительно бумажный характер. И обратно-то его вернули в Санкт-Петербург. С моей точки зрения, вот эта его неудачливость по жизни и привела к тому, что он постоянно боялся за свою репутацию. И вот этот страх за самого себя и привел к тому, что он выдвигался, постоянно пытался делать какие-то шаги, которые воспринимались как усиление репрессий, как изменение в России от демократического до тоталитарного государства, хотя полной демократии, конечно, и при Ельцине еще не было, но тем не менее. И по моему глубокому убеждению Путин другим быть не мог. Очень интересно ваше мнение, друзья, услышать. Если вы, кстати, уже написали его, то не забудьте нажать на пальцы вверх. Это поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю беседу с Борисом Ауравовичем. Будет очень, правда, приятно, если как можно большее количество людей действительно сможет услышать вот эти все интересные темы, истории, которые можно услышать только здесь, на YouTube-канале Дмитрий Гордон, Алиса Бацман и в гостях у Гордона. Вы в прошлый раз, Борис Абрамович, так тепло приняли. Если в этот раз тоже вы напишите много слов поддержки, буду просить вас, Борис Абрамович, к нам снова присоединяться. Я, кстати, вот изучив справочный том, который вы мне отправили, обнаружил, что многие наши зрители знают вас как адвоката семей погибших на подлодке Курск, но, наверное, не все знают, что вы также были адвокатом и Людмилы Гурченко, и семьи Никиты Хрущева, и Лея Хиджакова, и Ксении Собчак, и Муслима Магомаева. А есть вот кто-то, Борис Абрамович, кого бы вы по, может быть, моральным соображениям, ни за какие деньги защищать бы не стали? Вот многие мечтают о суде над Путиным. Получается, и у него же ведь будет адвокат? Ну, конечно, будет. Если Путина будут судить, если даже будут судить заочно, если даже будут судить после его смерти, все равно у него может быть адвокат. И это правильно. Ну, например, многие обвинения отпадут в адрес Путин. Все, что касается Курска, от него отпадет, потому что сроки давности прошли. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности. И, естественно, адвокат, который будет его защищать, скажет, что, ребята, вы что, вменяете ему то, что он влез в уголовное дело и спасал адмирала? То, что он не имел права делать. Поскольку это не его сфера деятельности, это судебная сфера, это не сфера исполнительной власти. Он превысил полномочия, но сроки давности закончились. Поэтому привлекать его нельзя. И для этого нужен адвокат. Может быть, адвокат нужен для того, чтобы его морально поддерживать. Потому что я полагаю, что если он живьем попадет на скамью подсудимых, то это будет не тот Путин, который сейчас выступает перед северокорейским лидером. Это будет совсем другой Путин. Это будет Путин, которому впору менять все те же прокладки. Ну, а было у вас в вашем рабочем опыте такое, что вы действительно отказывались по моральным соображениям, что понимали, что человек виновен и не хотели отстаивать его право? Вы знаете, у меня, пожалуй, был такой случай. Я на памяти один единственный. Был парень, которого в России обвиняли в похищении человека. Он сумел сбежать в Италию. И там он его по международному ордеру Интерпол нашел, его арестовали. Стоял вопрос о его экстрадиции. И меня попросили, чтобы я взял его защиту. Я прилетел в Италию, встретился с ним в следственном изоляторе. Старый следственный изолятор, который был еще на берегу реки. Я порекомендовал ему отказаться от моих услуг. Потому что сам я отказаться не имел права, поскольку взял защиту. А он меня просто обманил. Он мне давал информацию о наличии у него алиби, которое не подтверждалось. И я ему тогда сказал, что адвоката нельзя обманывать. Если ты скажешь правду, задача-то адвоката защищать. И совсем не обязательно, чтобы адвокат выступал на стороне обвинения в данном случае, а чтобы адвокат мог обнаружить нарушение права на защиту, чтобы адвокат мог морально поддержать своего клиента. И он написал такое заявление «Я вышел из дела». Это, пожалуй, единственный случай у меня в практике был. Спасибо, что делитесь такими историями. Вот если мы уже заговорили о защите, тут, видимо, может быть, даже защита скоро понадобится Али Пугачевой, потому что в Госдуме депутаты требуют от Следственного комитета открыть против нее уголовное дело, проверить ее новое творчество, например, где она называет современным новой песней, называет российское общество убогим и больным. И вообще в последнее время мы видим, что не только уже российские пропагандисты, но в целом даже политики, причем и депутаты Госдумы, и люди, которые занимают высокие должности в кремлевской иерархии, они не стесняясь уже предлагают чуть ли не внести ее в список террористов за то, что она критикует так называемую специальную военную операцию и мушению на агенты. Вообще было бы неплохо имущество их отобрать. А как вы думаете, Борис Анатольевич, в начале войны вроде как Кремль побаивался стартовать уж на Пугачеву, потому что пользуется она до сих пор, она до сих пор моральный авторитет внутри России, несмотря на то, что уехала. А теперь вот как будто они эти красные линии постепенно переходят, но все-таки объявить ее иноагентом, или террористкой пока не решаются. Как вы думаете, могут решиться в итоге, или все-таки это такая величина, на которую не рискнут? Вы знаете, что я не знаю, они могут все, что угодно. Тут у меня другая сторона. Дело в том, что носители настоящей культуры, кого бы вы ни взяли из великих российских писателей, это люди, которые в первую очередь обладают чувством собственного достоинства. То же самое Алла Борисовна. Главная черта ее характера это чувство собственного достоинства. А люди, которые имеют чувство собственного достоинства, во все времена противостояли государственной власти. И поэтому не случайно такое количество деятелей культуры оказались иноагентами, оказались за границей. Это люди, которые в силу своего понимания ситуации не приемлют то, что происходит в России и те действия, которые происходят в Российской Федерации. В частности, вот эта война в Украине. Ведь в день, когда началось масштабное наступление, я на своей страничке в Фейсбуке написал «Обыкновенный фашизм». оно так и есть. И вот это последнее ультиматум, последний ультиматум Путина Украине, это не что иное, как повторение гитлеровского мюнхенского соглашения по Чехословакии в 1938 году. только разница состоит в том, что Запад уже другой. Их уже на мякине не проведешь. И поэтому с моей точки зрения это стрельба из пушек по воробьям. Никогда Зеленский не пойдет на соглашение такого рода или близкое к такому роду. И я думаю, что его поддерживает большинство населения Украины. Конечно, ребятам там не сладко приходится, но я опять же на своей страничке в Фейсбуке на ультиматум Путина показал, что мое отношение к этому такое. мое. Моэть, Моэть, мое. Продолжение следует...